Олег Крустенко, Олег, если почитать европейскую прессу, то видно, что европейцы вне подписания соглашения об ассоциации с Украиной признают также и свою вину. Дескать, сильно углубились политические вопросы, проигнорировав плачевное состояние экономики Украины. Ты согласен с этим? И да, и нет. Я еще раз хочу повторить свое видение этой проблематикой. Мое понимание ситуации такое. Если бы мы подписали соглашение об ассоциации, или если бы мы его подпишем сейчас через 3 месяца, через 6 месяцев, это наш должен быть осознанный выбор. Мы должны понимать следующие вещи. Без всяких политических отказов. Первая вещь состоит в том, что в долгосрочной перспективе, 5 лет и выше, Украина бесспорно должна будет получить серьезные преимущества. Эти преимущества базируются не на самом соглашении ЗССР, а на той политической институциональной части, которая есть в соглашении об ассоциации. Но мое понимание, что мы будем двигаться в этом направлении, то есть в конце концов мы подпишем это соглашение, надо быть готовыми к тому, что основные позитивные эффекты будут наступать в период 5, плюс 5 и больше лет. Они основываются на том, что мы меняем качество инвестиционного климата и бизнес-климата в стране, убираем те основные проблемы, которые здесь есть, о которых все прекрасно знают, о которых говорит государственная налоговая служба, о которых говорят большая часть экспертов, говорят инвесторы. Коррупция, судебная система, административные барьеры для ведения бизнеса. Три основные проблемы, которые здесь есть, которые надо решить для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Почему их надо решить? Потому что Украина, к сожалению, достаточно слабая страна на просторах Центральной и Восточной Европы. Если вы посмотрите на наш ВВП на душу населения, вы увидите, что он порядка 7,5-8 тысяч долларов по паритету покупательной способности. Если вы посмотрите средний ВВП на душу населения в Европейском Союзе, вы увидите, что это около 30 тысяч долларов. А если вы посмотрите соседнюю Польшу, вы увидите, что это превышает отметку 20 тысяч долларов. Ниже, чем средний европейский, но выше 20 тысяч. Наш разрыв даже с поляками колоссальный. Фактически больше, чем в два раза у нас существует разрыв. Это означает, что если мы будем расти теми темпами, которые мы показывали раньше, не в этом году, а раньше, скажем, 2-3-5%, то этого абсолютно недостаточно для того, чтобы мы подняли наш уровень жизни до того уровня, который есть лучше. Рассчитывать на то, что вот это возможно на протяжении краткосрочного периода времени, ну просто нелогично и нереально. Экономики не растут, 50 или 70% в год. Самая высокорастущая экономика Макао показала и покажет в этом году, скорее всего, урок около 20%. Но там очень специфическая экономика, которая росла за счет казино Украины, а точно не Макао и не сможет таким образом расти. В второй срочной перспективе Украина имеет колоссальные газетивные эффекты. В краткосрочной перспективе у нас есть серьезные риски. Риски и ошибка состояла в том, что анализ, который велся, он был как бы фиксированным анализом. Считалось так, что в 2010 году Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли в СМГ. В 2010 году в Питере его подписал премьер Азаров и премьер Хура в тот момент времени. Считалось, что в соответствии со второй и четвертой статьей этого договора страны берут на себя обязательства о том, что торговые барьеры не будут увеличиваться на протяжении какой-то перспективы времени, они будут снижены. Очевидно, этот договор был нарушен. Была блокировка нашего экспорта на территорию Российской Федерации. Абсолютно очевидно, что мы потеряли 5 миллиардов долларов, если вы сравните наш экспорт за 9 месяцев этого года с 9 месяцами позапрошлого года. Потому что россияне начали поднять эти товарные ограничения еще в прошлом году. И ошибка правительства состояла в том, что они не обратили внимания именно на ограничения, которые были введены в прошлом году, когда тянули свой анализ. 5 миллиардов в минусе для нашего экспорта. Мы экономико-экспортно-ориентированная, половину нашего урока мы получаем за счет экспорта товаров. Это для нас это стратический удар. Это в Европе 5 миллиардов долларов не так серьезно. Для нас 5 миллиардов долларов это больше, чем 2 процента, даже почти 3 процента нашего урока. Это колоссальная сумма для Украины. Колоссальная сумма для Украины. Надо было быть готовыми и к тому, что в случае подписания соглашения, или надо быть готовыми к тому, что в случае подписания соглашения о отзыве. Россия теоретически может реализовать сценарий выбрасывания нас из зоны свободной торговли в рамках СНГ. Вот почему так важны сейчас подвижки по тому направлению. Важно, чтобы наша делегация была в Москве и Бойко, который находился в Москве, я понимаю, частично как раз и обсуждает этот вопрос. Какие-то гарантии, чтобы нас не выбрасывали из этого соглашения по зоне свободной торговли. То, о чем говорит Министерство экономики, вот этот режим Most Paverable Nations, когда наибольшего благоприятствования режим, он отличается от того режима, который у нас сейчас есть. По-простому говоря, нам ведут таможенные пошлины. Это значит, что наши товары, которые, по большому счету говоря, и так не очень-то конкурентоспособными являются сейчас, они станут еще менее конкурентоспособными, и экономика может пострадать. То есть потеря, надо быть готовыми к тому, что на протяжении от нуля до пяти лет у нас могут быть потери серьезные по направлению Российская Федерация, Таможенный Союз. Готовыми. Может быть, их не будет, если успешно будут вестись перенаборы, но, возможно, они могут реализовываться. То есть при самом плохом раскладе надо быть готовыми к тому, что по российскому направлению может быть минус 3% от потенциального роста, который у нас есть. Минус 3%. Надо быть готовыми к тому, что он может быть на протяжении какого-то краткосрочного года до пяти лет и среднесрочной перспективы. Какие компенсаторы существуют? Компенсаторы есть в случае подписания соглашения об ассоциации. Можно рассчитывать на дополнительный приток прямых иностранных инвестиций. Но, опять-таки, инвестиции – это частные инвестиции. Все компании давно составили свои инвестиционные карты. Ожидать, что в течение месяца вас зальют здесь какую-нибудь страну, в том числе и Украину, в течение месяца вас пересмотрят свои инвестиционные планы и зальют огромные потоки инвестиций – наивно и неправильно. То есть при хорошем раскладе мы правы ожидать с вами в следующий год после подписания в хорошем и наиболее реальном раскладе – плюс один миллиард долларов в инвестиции. То есть по сравнению с четырьмя, которые мы получим в этом году, то, что было вывезено, вернее, не так, то, что было вывезено, но то, что было вывезено, составит четыре миллиарда в этом году, в нейте так называемое. В следующем году может быть пять миллиардов. В относительных цифрах это очень много, это плюс практически 25%. Но в реальности один миллиард, он не делает походу для экономики, которая стоит 200 миллиардов долларов, а вот наше предположение только. Поэтому к этому риску тоже надо быть достаточно серьезным. И вот эта одиозная цифра, с которой выступает премьер, 150-160 миллиардов долларов. И в чем, на мой взгляд, со стороны логики. Во-первых, премьер не крепует эти деньги в бюджет у Каинска. Это вообще неправильное толкование этой цифры. Я понимаю, что речь идет о том, что подписание соглашения о зоне свободной термогии, не ассоциация, а вот о технической части, ЗСТ, означает, что мы должны улучшить наши, или довести наши технические нормы, регламенты, и это санитарные нормы до тех европейских стандартов, которые существуют. Объективно должны это сделать. Есть имплементационный период для того, чтобы сделать эти работы. Он различный по различным группам, по различным отраслям. В среднем это около 7 лет. Вот на протяжении этих 7 лет частный украинский бизнес должен раскошелиться на 150 миллиардов долларов, для того, чтобы довести себя до технических норм и регламентов. Возникает вопрос, и, к сожалению, совершенно закономерный вопрос. И, к сожалению, мне кажется, что здесь вот и есть ловушка для Украины. Проблема состоит в том, что при всей объективности мы все с вами хотим жить по европейским стандартам, есть качественную еду, ездить на качественных железнодорожных вагонах и иметь нормальные эко-стандарты, и все связано с этим. Вопрос, кто будет инвестировать эти деньги? Конечно, они не европейцы. Конечно, они европейские союзники. Это вообще неправильно, еще раз говорю, толкование слов премьера. Эти 150 миллиардов долларов должен идти украинский частный бизнес. Вопрос возникает, даже два вопроса. А. У них вообще есть эти деньги? И Б. Что более, наверное, важно, у них есть вообще желание проинвестировать в эти предприятия и в эту страну. И тут я не могу однозначно сказать, насколько у них существует желание это сделать. Два года назад они были совсем другими. В прошлом году они начали резко меняться. В этом году они совершенно другие. Посмотрите, куда инвестируют украинские крупные бизнесы. Они ведут себя точно так же, как и большие мультинациональные иностранные компании. Перед ними есть минимум. Они могут проинвестировать в Украину или в Россию. А могут проинвестировать в Соединенные Штаты Америки. Что они, кстати, делают. Могут проинвестировать в Китай. Могут проинвестировать в покупку недвижимости в Лондоне. Что тоже они активно делают. Могут проинвестировать в Соседнюю Польшу или Венгрию. Что тоже, кстати, делают. Вы просто посмотрите список украинских олимарков. Вы просто посмотрите их инвестиции за последние два года. Вы увидите, как они диверсифицировались географически. Раньше они пытались диверсифицировать свои инвестиции только в рамках одной страны. В рамках Украины. Они вкладывали, выстраивали свои вертикально интегрированные структуры. Вкладывались не только в металлы, а в уголь. Или не только в химию, а в какой-нибудь, не знаю, в покупку газа. И так далее. То есть вот такого банка выстраивалась структура. Сейчас эти структуры выстраиваются как мультинациональные, реальные мультинациональные структуры. Поэтому для них, для того, чтобы они сюда проинвестировали. И тут вот в чем лобушка состоит. С другой стороны, мы должны создать им условия для того, чтобы здесь они воспринимали инвестиционный климат. Здесь достаточно адекватным. То есть у них должно возникнуть желание инвестировать сюда. Но с другой стороны, кроме вот этой адекватности инвестиционного климата, который мы им должны дать, Они сами получат.